Добрый день, дорогие друзья! С вами в эфире Армянский музей Москвы и культуры нации. Сегодня у нас в гостях актриса, театр и кино, замечательный человек, который известен прежде всего по своим ролям в кино, одна из которых роль разведчицы Гуар Вартанян в фильме «Тегеран-43. Правдивая история». Карина Гондак-Сазян. Здравствуйте, Карина! Здравствуйте! Первый вопрос. Мы бы хотели начать с того, что все же актерская профессия – это сложная профессия, и какие качества требуются настоящему актеру? Какие качества? Наверное, это просто искренность и вера, как у детих. Детские качества требуются артисту. Искренность и вера – предлагаемые обстоятельства. Искренние. Театр или кино? Известно, что вы играли не только в кино, но и в театре, также в театре-студии имени Флегина, если не ошибаюсь. То есть работа в театре – это более открытая площадка, которая требует, соответственно, более открытой эмоциональной выкладки. Как бы вы могли актеризовать, что для вас, прежде всего, главное – кино или театр? Мне интересно и театр, и кино. Театр мне интересен в зависимости от того, кто режиссер. Потому что это прям такая большая семья. И это очень такие, даже сказала бы, очень тонкие отношения. А в кино можно очень легко сниматься в разных компаниях, в разных атмосферах. Это более легкое что-то. Меня, конечно, вдохновляет сейчас очень кино. Мне хотелось бы выразиться именно в кино, пока я молодая. А там посмотрим. Я участвовала не только у Фигина Михаила Леонидовича. Это замечательный, между прочим, режиссер. Он закончил ГИТИС. Это ученик Гончарова, известного режиссера. Он замечательный педагог. Он преподает в ГИТИСе. И он организовал такую молодежную театральную студию, где собрал всех ребят, вне зависимости от национальности. И просто с большой душой всех воспитывал. И я туда случайным образом попала. И моя жизнь обрела смысл. И мне захотело заниматься творчеством, захотело заниматься актерской профессией. Потому что именно через театр и через прекрасного педагога я стала развиваться благодаря этому. И никому не секрет, что именно актерская профессия, если ей правильно заниматься, она развивает душу человеческую. То есть личность, она очень сильно много всего набирает. И я поняла, что я хочу, чтобы это была моя жизнь всегда. И поэтому я после этого пошла еще в польский театр в Москве. Был такой театр, его создали ученики Романа Виктюка. И мы там уже... Тоже там провела около двух с половиной лет. После этого еще в театральный институт поступила. То есть... Ну а сейчас кино. На данный момент. Поддерживаете ли вы дружеские отношения с коллегами по театру и кино? Дружеские отношения? Мы в хороших отношениях, в очень уважительных. Со всеми педагогами, лично с педагогами я периодически им звоню и встречаюсь. С ребятами... Нет. Я бы так не сказала, потому что каждый занимается своим делом. То есть если мы встречаемся на какой-нибудь спектакль, то есть мы в данный момент взаимодействуем, а потом нет точек соприкосновения. Ну как-то так пока что. Ну конечно же у меня есть друзья, и они из актерской профессии дорогие мне люди. Но по большей степени не то чтобы их много. Ну известно, что актеры, они не только играют сами роли, но они любят фильмы смотреть. Какой ваш самый любимый фильм? Или есть ли у вас, как бы сказать, кумир в мире кино и театра? Есть, конечно. Мне очень симпонировал один фильм, это прекрасный режиссер, художник Рустам Хамдамов. И у него есть прекрасный фильм, называется «Вокальные параллели». И, наверное, я бы сказала, что это для меня один из любимых фильмов. Но я не буду, конечно же, рассказывать про этот фильм. Я думаю, что если кому интересно, если кто-то вдруг не видел, может посмотреть и составить свое собственное впечатление. Я очень люблю американского режиссера, который снял «В джазе только девушки», еще много фильмов. Я все время Билли Уайдер, как правильно, не знаю, правильно произносить фамилию. Мне очень нравится один из арт-хаусных режиссеров, между прочим, это Лео Каракс. Лео Каракс — это его псевдоним. Это французский режиссер, такого авторского кинематографа. Но это потрясающе. И посмотрите, еще недавно умер совершенно прекрасный режиссер. Это Ким Кидук. Ну, в общем, очень много, очень много имен. А вообще я очень люблю простые фильмы, смешные с Пьером, Решаром, Жераром, Депардзи. И если честно, я на этих фильмах радуюсь и отдыхаю. Ну, а про таких художников, режиссеров, как Параджанов и Тарковский, ну, как-то это само, конечно же, по себе. Ну, я думаю, все телезрители обязательно посмотрят эти фильмы. Вот такой вопрос. Не знаю, насколько верно это утверждение, что роль, она влияет на личность и, говорят, даже на психику. Ваши отправленные точки в кино, насколько знаю, была как раз роль в фильме «Тегеран-43. Правдивая история». Я посмотрел этот фильм сам в 2011 году, когда мне 19 лет было. Как вы считаете, повлияла ли эта роль на вас как личность? Смогли ли вы найти в себе разведчицу? Ну, я там была очень юная, очень такая милая девушка и, в принципе, там не требовалось от меня каких-то качеств разведчицы. Мне надо было просто там очень мило и по-доброму существовать. Естественно. но, в принципе, конечно же, этого мне есть. Я люблю всё какое-то такое близкое к этому. Мне это всё можно сказать, что я в себе нашла разведчицу. Да, это точно. Вернее, меня нашли на эту роль такую, какой должна была быть героиня. Это здорово. А доводилось ли вас пробовать себя не только в качестве актрисы, а, может быть, режиссёра или сценариста? Я периодически что-то пытаюсь написать как сценарист, но пока что ещё мне не хватает на это терпения. Это сложно. Но я думаю об этом. Режиссура — это прекрасно. Я бы, конечно же, даже задумывалась о том, чтобы пойти учиться на режиссуру. Скорее всего, в кинематограф. кинорежиссёра. Это интересно. Опыт у меня был частично. Ну, во-первых, у нас в Москве, в России, в Москве такая система образования, что преподают в основном в творческих вузах режиссёры. И поэтому они вкладывают в ребят, которых обучают, они не только какие-то актёрские качества в них вкладывают, но ты уже впитываешь само видение режиссёрское. И, конечно, это тебе оно есть. И если ты хочешь этим заниматься, то ты вполне можешь как-то дальше доразвиться и себя пробовать в этом направлении. Режиссура — это очень интересно. А какую из своих ролей вы считаете наиболее яркой? Пока что это сериал «Молодая гвардия», где я сыграла Майю Пеглеванову. Это был 12-серийный фильм, сериал, который показали по первому каналу. и эта роль мне там была очень хорошая роль, роль второго плана. И мне кажется, я там вполне достойно выразилась на тот момент. Это был 2015 год. Пока что в актёрском плане это пока что высшее мое, наверное, проявление. Дальше. двигаться. Мы верим, что будете двигаться ещё дальше. Теперь перейдём к нашим чисто армянским вопросам. Есть ли у вас работы, связанные напрямую с Арменией? У меня был фильм в Армении, он так и назывался «Армен и я». Закодированные названия. Да. С главным артистом Армении Сос Джинбикян. И там очень много снималось ребят, Микаэла Ромяна и известных артистов в Армении. Это был полнометражный фильм художественный. Его сняли, премьера была в 2018 году, я помню, на 8 марта в Ереване, в кинотеатре Москва. и он шел в Армении этот полный метр два или три даже месяца в кино, был в кинотеатрах. Было прекрасно. Мне очень было приятно, что меня пригласили. Целый месяц я жила в Ереване, снималась в этом фильме на армянском языке, хотя я, к сожалению, пока что армянский язык не знаю, но меня в каком-то экстренном порядке утвердили в кино режиссер Максим Айропетов, прекрасный он еще и оператор, прекрасный художник и продюсер Надежда Петрова, они меня как-то легко утвердили и сказали «Карина, вы нам очень подходите, единственное у нас условие через пять дней начинаются съемки и надо говорить на армянском языке Вы справитесь?» Я говорю «Да». И я приехала в Армению я у меня был расписан день и режим я учила армянский язык на слух мне все помогали все вся съемочная группа и еще ходила в театр оперы и балета к ребятам балетным в Ереване потому что я играла балерину и ну хореографа и как-то вот чтобы к этому приобщиться я общалась с ребятами была в их атмосфере было очень приятно было очень интересно это замечательное впечатление А если говорить об Армении вне кинематографа когда последний раз вы были в Армении что вам запомнилось и что вообще пожизненно для вас значит имя Армения моя семья мой дедушка Гандексазян он из Нагорного Карабаха из города Шуши мой прадедушка закончил институт в Петербурге в Санкт-Петербурге он инженер строитель и у них был дом в Шуше у них там был дом мой прадедушка был архитектором этого города но там начинались военные действия и им пришлось большая семья им пришлось переехать в Москву то есть мои родственники из Нагорного Карабаха Шуши переехали они в 1913 году в Москву и так сложилось что я до взрослого сознательного возраста не была в Армении и в Армению я поехала самостоятельно это было где-то в 2007 году с подругой а потом уже спустя какое-то время я поехала уже и уже где-то чуть и в Нагорный Карабах и побыла во всех местах культурных и в храмах армянских у меня колоссальное впечатление конечно произвело была в музее Параджанова это конечно что-то потрясающее планируются ли какие-нибудь проекты в дальнейшем связанные с Арменией у вас ну я бы хотела я бы была бы рада будем ориентироваться по обстоятельствам пока нет но я бы была бы рада опишите себя в трех словах ваши ключевые качества ну в трех словах но я думаю что наверное описывать не стоит себя потому что в три качества боюсь мы с вами не уместимся какую роль вы бы хотели сыграть я вот недавно думала есть такой режиссер Кира Муратова она уже умерла украинский режиссер но она завещала что ее играть она не хочет чтобы снимали про нее фильмы и завещала только чтобы смотрели фильмы про ее фильмы но конечно она мне очень интересно как женщина творческая как личность наверное я бы хотела сыграть какую-то очень интересную женщину творческую женщину которая занимается своей профессией творческой вот это меня вдохновляет то есть именно этот образ вы бы хотели сыграть этот образ я бы хотела сыграть да это интересно и о чем вы хотели бы снять фильм если на то получится вы знаете мне нравится художественно документальные фильмы то есть про культуру и что-то связано с каким-то образом жизни людей и с их религиозным и духовным тоже мироощущением что-то вот такой симбиоз что бы вы хотели пожелать нашим читателям зрителям и непосредственно народу Армении народу Армении я бы пожелала терпения и как можно я просто хочу чтобы страна развивалась культурно в том числе и потому что я знаю что в Армении очень много талантливой молодежи и вообще талантливых людей это и трудолюбивых я мира над головой пожелала в данный момент Армении и стране и развития благополучия и процветания чтобы все под Божьей покровом наконец-то страна обрела защиту и благополучие спасибо вам большое за то что согласились дать нам интервью за ваши искренние пожелания и мы желаем вам также от себя достижения успехов чтобы вы достигли той заветной цели сыграть роль творческой дамы и снять свой собственный фильм спасибо дорогие друзья в эфире был Армянский музей Москвы и культуры нации с нами была актриса театра и кино Карина Гонда Аксазян до новых встреч спасибо 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 и